О вере советских солдат рассказали на открытии обновленной экспозиции проекта Школьный музей Победы. Экспонаты из пяти своих военно-исторических музеев представил первый московский образовательный комплекс. На выставке представлены личные вещи советских бойцов, кадры из семейных архивов, письма и периодика военных лет. Коллажи из архивных и современных фотографий показали, как сильно изменились Москва и Санкт-Петербург за 75 лет. О том, как создавался этот проект, рассказал директор первого московского образовательного комплекса Юрий Мироненко. Экспозиция, по словам Мироненко, посвящена главному, что было в Великой Отечественной войне – вере советского народа в победу. Но также она рассказывает и о вере советских бойцов в Бога. На церемонии зачитали письмо красноармейца, найденное во время поисковых работ. Солдат, понимая, что может не вернуться из боя живым, в строчках своего послания обращался к Господу. Также учащиеся первого образовательного комплекса представили на открытии выставки музыкальные номера на военную тематику. Подарком для гостей стала песня «Дорога на Берлин». Людмила Козлова добавила, что музеи первого образовательного комплекса ведут серьезную планомерную работу по патриотическому образованию подростков. Открытие новой экспозиции Школьный музей Победы состоялось 17 сентября. В специально созданном выставочном пространстве Музея Победы московские школы показывают свои экспозиции. Участники проекта узнают о современных тенденциях в области музейной педагогики, могут обменяться опытом с коллегами и обрести новых партнеров.